МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Группа ЛЮМЕН давно заслужила свое право называться лидерами современного русского рока. Несмотря на то, что музыкантов принято считать молодым поколением, ребята дубасят хороший рок уже 20 лет. Некоторое время назад ЛЮМЕН дали концерт в таллиннском клубе Кэтхаус. За полчаса до начала Тэм Булатов дружелюбно ответил на пару-тройку вопросов. Начали с вопроса, кто они, рокеры 21 века? Кто эта новая молодая кровь с желанием разобраться вокруг и в себе? Очень разные идеи в головах разных, собственно, исполнителей. И по музыке это очень не близко. Современные рокеры – это в первую очередь скорее в чем-то все же нонконформисты. То есть словосочетание «обыкновенный рокер» – это что-то, что в голове не укладывается. А в чем именно есть какой-то вызов обществу, в чем непохожесть с большинством? Там у каждого человека, который на сцену уходит, там своя будет история. Глядя на Рустема, легко привыкаешь к мысли, что перед тобой искренний человек. На сцене он всегда эмоционален. Невольно задаешься вопросом, является ли искренним залогом популярности. Мне сложно оценить, потому что я все время внутри процесса. Но я могу сказать, что мы очень мало играем на сцене. То есть от нас не требуется некого актерства. Мы говорим о тех вещах, которые нас по-настоящему волнуют. И я не знаю, насколько это помогает энергетически, но мне на сцене легко от того, что играть не нужно. От того, что я доношу те мысли, которые меня самого по-настоящему заставляют внутри переживать, которые меня беспокоят, которые меня трогают. И вот в этом смысле мне, конечно, очень легко. Следует добавить, что стихов для песен у Рустема всегда много. Отсюда закономерный вопрос. Успевает ли он переварить столько материала? Солнце такое, долгий ядерный взрыв. Мы согреты теплом этого света. И немного солнца мы прячем в ракетах. Если вдруг захочется жаркого лета. Если мы захотим тепла себе и другим, нас всегда спасут наши командиры. Жестяные банки ринутся вверх. В них вся любовь и вера этого мира. Нет, не успеваю. Они копятся. И там часть стихотворения я несколько лет назад просто начитал на микрофон, выпустил, понимая, что они не станут песнями никогда. С той поры у меня таких стихотворений еще очень много накопилось. Опять же, там у этих греков, римлян, что время свое тратили зазря. Рустам не выглядит классическим рокером. Его вообще сложно подогнать под какие-то визуальные паттерны. Каким он сам себя видит, тот еще вопрос. Очень не любящим стереотипы, потому что вот это стереотипное мышление, это то, с чем мы, конечно, сталкиваемся часто. То есть рок-н-рот, обязательно алкоголь, наркотики, случайные связи. С наркотиками все стало понятно еще с юности, потому что мы потеряли очень много сверстников и жили на тот момент не в самом благополучном достаточно криминальном районе, где 90-е прошлись просто косой. С алкоголем тоже взаимоотношения совершенно нормальные, причем это не какое-то такое огульное отрицание. Мы умеем, любим, практикуем. Все хорошо, в меру, живем по такому принципу. Я не хочу видеть сны, Не нужно больше красоты. Во сне мы снова будем рядом, А утром где ты? Вообще, если говорить про нашу группу, то здесь много всего сложилось. Мы в первую очередь друзья, потом уже одногруппники. И наши какие-то личные взаимоотношения внутренние, они для нас гораздо важнее, чем то, что происходит на сцене. И это нам много раз спасало и коллектив, и решало какие-то проблемы, которые неизбежно возникают. В следующем году группе будет 20 лет. Мы за это время перессорились, перемирились огромное количество раз. Очень хотим сделать интересную программу, такой за все эти годы отчет, потому что песен сочинили много. И не знаем, как стилистически уложиться, потому что слишком широко как-то писали от очень тяжелых песен, скажем так, повторюсь, даже с какой-то ненормативной лесикой, до акустического альбома, который выходил в 2013 году. Тем не обошел и тему фанатов. Если взглянуть на поклонников творчества группы на нескольких географических широтах, можно ли обнаружить визуальную разницу? Она минимальная. И чем дальше мы движемся, собственно, по времени, тем больше эта разница нивелируется. В условиях рынка, если появляется спрос, тут же появляется предложение. То есть все, что касается внешнего вида молодых людей, все копируется моментально. Если говорить про более важные какие-то моменты про поведение, про ощущения, есть небольшая разница. В зависимости от того, насколько часто проходят рок-концерты, насколько вообще развита рок-культура в том или ином городе, люди себя, конечно, по-разному ощущают. А потом была запредельная энергетика концерта. Что скорее норма для коллектива, нежели нет. И продолжение гастролей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова